Фотографии послевоенного террасполя, которые террасполчанин Юрий Степуренко размещает в интернете, вызывают бурное обсуждение. Люди узнают знакомые места и вспоминают события, которые с ними связаны. Максим Кириязов встретился с обладателем редких снимков и узнал, откуда они. Пожилая женщина с сумкой в руке смотрит в объектив фотоаппарата. Рядом развалины театра. А вот она же идет по дороге, виднеется корпус пединститута, съемка со стороны только появившегося парка Победы. Атмосферные фото террасполя 49-го года отыскались в семейном архиве жителя города Юрия Степуренко. Но фото его бабушка Клавдия Андреевна. Снимки сделал его отец, участник войны и фотограф-любитель. Он даже, по-моему, с этого снимка фото не печатал. Это я нашел в его пленках. Интересно, где фото людей. На удивление просто хорошо одеты, старались выглядеть. Особенно женщины, прямо модницы для того времени. Таких снимков у Юрия Олеговича сотни. Отец десятилетиями фотографировал любимый город на трофейный немецкий фотоаппарат. В его жизни было много интересных событий. Например, он вблизи видел Рузвельта и Черчилля на Ялтинской конференции. Там он занимался охлаждением еды и напитков. К началу 45-го года его уже комиссовали с фронта по ранению. Воевал под Одессой, 25-й Чапаевской дивизии. Был снайпером. Как я понял, на том же участке, что и Людмила Павличенко. Потому что в основном против румынов этот участок был. Был ранен. Его эвакуировали в Крым сначала, в Севастополь, а потом дальше в тыл. Вот еще один снимок из 49-го года. Второй корпус института. Видна крыша нынешней обсерватории. Памятника Шевченко еще нет. А это настоящие раритеты. Тоже 49-й. Весеннее наводнение с ледоходом на Днестре. Можно рассмотреть старый деревянный мост. Льдины взрывали, чтобы они не сколывали реку. А это наводнение летом. Островки на Днестре. Можно рассмотреть здания 6-й школы и 1-го музея. Ну и бонус – пляжная мода тех лет. Цели такой фотографировать именно достопримечательности не было. Их вообще-то было немного. Вот сквер Вольторы на этих фотографиях. Юрий Степуренко постепенно оцифровывает негативы и делится снимками в Фейсбуке. Там несколько групп, ностальгирующих по старому Тирасполю. Любительские снимки фронтовика стали настоящим украшением этих ретро-групп. Кадры необычные, да и жизнь города на них без прикрас и официоза. Максим Кирьязов, Василий Гриб, ТСВ.